Практическая психология Наблюдательные люди Когда у человека спрашивают А у тебя есть чувство юмора? Как правило, все говорят Да, есть И, между прочим, оспорить это довольно трудно Ну да, ты же не всегда демонстрируешь Это чувство юмора, да? Да, действительно, поэтому да У меня есть чувство юмора И очень хорошо Потому что у меня есть такие исследования Я когда готовилась к программе Оказывается, люди, у которых есть чувство юмора Они считаются умнее И мало того У людей, у которых есть чувство юмора Будто бы они живут намного дольше Чем люди, которые не умеют шутить И понимать юмор С чем это связано, как вы думаете? С чем же это связано? На самом деле, юмор Это... Я даже определение выписала Я его зачитаю Давайте Что написано в интернете Итак, юмор Это способность подмечать противоречия В жизни и в ситуации И комически их обыгрывать То есть, по сути говоря Это способность с разных сторон Посмотреть на одну и ту же ситуацию Обойти ее со всех сторон И с легкостью С эмоциями позитивными Каким-то образом поразмышлять на эту тему Сделать определенные выводы Поэтому, конечно, люди с чувством юмора Если говорить уже в сторону психологии То это люди с гибким мышлением Это люди, которые легко относятся к разным ситуациям И они способны даже в трудностях Найти какой-то ресурс Какой-то плюс И какое-то рациональное, полезное Хотя бы для себя зерно Конечно, такие люди способны жить гораздо дольше Сердечко у них как-то сохраннее Согласна Мало того, ведь есть очень тоже много исследований По поводу того, что люди, которые чаще улыбаются Позволяют себе смеяться откровенно И над собой, и над окружающими людьми И над окружающим миром Они и выглядят моложе Вот у меня есть даже исследование Доказали ученые с Центрского университета Что в результате того, когда человек смеется Задействовано 16 лицевых мышц Движения которых способствуют лучшему доступу кислорода к ним А это влияет на то, как выглядит человек Мало того, мы же с вами прекрасно как психофизиологи Знаем о том, что наши эмоции Все наши чувства Они так или иначе запечатляются на мышцах лица И если мы все время недовольны Все время брюзжим То у нас и масочка-то такая на лице появляется Своего рода брюзжащая А если вы улыбаетесь часто То вот, пожалуйста, я вот сейчас вижу в уголках ваших глаз Лучики Да, совершенно верно Я согласна, что наши мышцы Они запоминают информацию И ученые, опять-таки, доказали Что наша психика Она не различает, откуда поступает счастье Либо же мы увидели что-то чудесное И произошло с нами что-то чудесное Мы улыбнулись и порадовались И в организме выделяются определенного рода гормоны Эндорфилы Да, эндорфины Но, опять-таки, если мы сами по себе просто улыбнемся Без внешнего воздействия В организме точно так же Выделятся те самые волшебные гормоны Вывод какой? Наша психика Не различает Ей не важно, откуда поступила эмоция Самое главное, что в организме запускаются Определенные процессы Позитивные, которые влияют и на здоровье И на внешний вид Поэтому, да, чувство юмора, но, скорее всего, продлевает жизнь И жизнь становится краше Краше, хорошо Вот теперь представьте, что в отношениях Мы иногда сталкиваемся с людьми Вот вроде бы вы пошутили А человек не понял шутку Мало того, он может обидеться на эту шутку Хотя внешне она кажется сначала совсем безобидной Откуда берутся такие люди, которые не понимают ваших шуток? Что с их чувством юмора происходит? Вот вы знаете Здесь можно ответить с двух сторон Первый момент Поговорим сначала о мышлении Ведь на самом деле чувство юмора Напрямую имеет отношение к способу мыслить Соответственно, к способу воспринимать нашу реальность Осмысливать события, которые с нами происходят И есть люди, которые прагматичные У которых линейное мышление Аналитическое мышление И эти люди действительно Не видят ничего смешного Не видят ничего смешного То есть получается, что они не способны Посмотреть на одну и ту же ситуацию С разных углов зрения Но просто так у них устроено мышление Соответственно, они воспринимают Только с одной стороны мы еще говорим Однобокое какое-то у тебя мышление и восприятие И получается, что такие люди Могут быть неудобны в общении Могут быть даже конфликтны Могут быть обидчивы И, собственно говоря, не воспринимать шуток Соответственно, их мышление линейное Последовательное И это неким образом даже маленький минус Все же мы индивидуальны Нельзя сказать, что это прямо плохо-плохо И ваша жизнь ужасна Конечно же, нет Но люди с образным мышлением А образное мышление Это работа нашего правого полушария Это творческое полушарие Которое позволяет человеку Воспринимать действительность Окружающую в полном объеме В контексте всего происходящего И недаром говорят, что Именно образное мышление Образная речь Это универсальный язык Благодаря которому Мы можем понимать друг друга Ну, например, китаец и русский Англичанин и испанец Не знаю языка друг друга Могут понимать Потому что мы общаемся На самом деле образами Мало того, очень интересно смотреть Как, например, иностранцы шутят Ты не понимаешь их язык Их языка А при этом понимаешь Человек Даже, например, как-то неловко Но он пошутил Он улыбается сам И заставляет тем самым Улыбнуться всех окружающих Да, может быть, даже вот это состояние Любое же состояние заразительно Радость Радость действительно заразительна Так же, как и гнев Но сегодня мы говорим о радости Но вот еще к вопросу о том Почему вроде бы кто-то пошутил А его не поняли Оказывается, проводились исследования И один исследователь В 2003 году Совсем недавно Выявил Недавно, да Выявил четыре типа чувства юмора И он говорит о том Что если человек обладает Каким-то одним чувством юмора То его могут не понять Другие Но, допустим, есть такое чувство юмора Он его назвал агрессивное Ну, например, когда человек Видит слабые Тонкие места В другом человеке Их вычленяет И над ними шутит Мы еще его называем черным юмором Да, черный юморочек такой Довольно часто Мужчины этим юмором Обладают женщины В меньшей степени И это говорит о том Что, во-первых Это задевает других Грань очень тонкая То есть, да, все-таки юмор Или же я пытаюсь издеваться Да, вот эта грань Она действительно очень тонкая И поэтому, если люди шутят так То действительно Кто-то другой и не поймет Но такие люди, кстати говоря Они тем самым ограничивают Свой круг общения Потому что Они довольно ранимые И вот таким способом Они такой естественный отбор производят И плюс ко всему Это же, наверное, тоже тема защиты, да? Защиты Да, психологические защиты Я не готов выстраивать Коммуникации со всем этим миром Я буду выстраивать коммуникации Только с теми людьми Которые меня поймут Примут вот такого брутального Да, например, да? И буду как-то сосуществовать С этими людьми Да Какие еще есть из этих Вот это один из четырех Это один из них Еще этот автор Его зовут Рот Мартин Он выделил оптимистичное чувство юмора Да Это когда вот уже все кажется Уже небо падает на землю Да А ты при этом говоришь Ничего, завтра будет день И мы переживем На самом деле Цель этих людей Это всеобщее поднятие настроения То есть их задача Чтобы всем стало хорошо И они действительно умеют Это делать И, кстати говоря Таких людей, может быть, тоже Не все поймут Ну да Говорят Боже Нет ничего хуже Неисправимого оптимиста Да Может быть Это как раз про них Потому что сейчас апокалипсис Конец света Он говорит Ничего, ничего И это тоже Грядут перемены Грядут перемены Да Может быть, действительно И таких людей не все понимают Еще один тип юмора Это самодеструктивное чувство юмора Короче говоря, по-простому Стендаповцы Вот они по этому принципу шутят То есть они в себе выявляют Какие-то слабые места И шутят над ними Цель развеселить публику И цель через вызвать одобрение у окружающих И тем самым наладить контакт То есть они действительно хотят Эти люди Это как раз хороший прием клоунов Да Точно, абсолютно верно То есть я такой, например, беспомощный Да, но от этого Посмотрите, какое смешное весь И забавно Да И вызывая одобрение окружающих Они устанавливают контакт с людьми И есть еще одно чувство юмора Господи, там такое название сейчас прочитаю Аффинитивное Аффиниция Да И этот автор, Рот Мартин Он считает, что такие люди Они зрелые, целостные Они очень коммуникативные Общительные С ними очень приятные и хорошо И цель их юмора Наладить общение с другими людьми Очень хороший, да? Очень хороший вид юмора, дай бог каждому Да, действительно И в принципе жизнь такова Что если бы мы могли иногда быть всеми сразу Одновременно и так, и так, и так А можно попробовать Потому что, мне кажется У современного человека Есть возможность Даже в течение одного дня Попробовать себя Стать И в деструктивном юморе А почему бы и нет И самом позитивном Срабатывает И даже вот в этом черном юморе Иногда тоже хочется Попробовать себя Как вот личность Да, но насколько я вообще могу далеко зайти В этом отношении Да и вообще на самом деле Разные люди бывают Да, и Все же говорят Особенно психологи Что научитесь общаться на языке вашего партнера И если весь вы такой оптимистично-оптимистичный А рядом с вами довольно доминантный Закрытый и конфликтный человек И одновременно при этом ранимый Да, и вы с ним такой весь оптимистичный То он своим Агрессивным юмором Шлифанет И общение не сложится Не сложится, да А если вы, например, опуститесь Или наоборот подниметесь до его уровня Не знаю, с какой позиции вы будете это рассматривать То вам будет проще выстроить коммуникацию Да, почему бы не попробовать А вдруг Согласна, Оля Смотрите, вот Если вы вдруг хотите более глубоко Так основательно уйти В изучение чувства юмора То не забывайте о том, что Зигмунд Фрейд у нас В общем-то тоже серьезно изучал Это чувства У него есть даже сочинение Остроумие И его отношение к бессознательному И вот мне очень понравился Юморитический процесс Который он описывает Ну, например Вот такой пример Прямо таким Что чувство юмора Оно воспринимается Человеком, который шутит Это по-особенному воспринимается И человек, в адрес которого Например, эта шутка Звучит Это абсолютно разные процессы То есть, да Я сейчас шучу Я ощущаю одно Вы, когда слушаете мою шутку Вы ее оцениваете Пропускаете через свои внутренние фильтры Да И вы уже там определяете Вообще смешно, не смешно Обидно, не обидно Вообще о чем человек Вам это говорит И вот такой пример То есть, например Остановимся на самом грубом примере Если преступник Ведомый в понедельник На виселицу Заявляют Ну, вроде Эта неделя Начинается хорошо Да Что он сам обнаруживает Чувство юмора И какое это чувство юмора Да То есть, он пытается Вот у него последний день Да Сейчас жизнь заканчивается Но он при всем при этом Находит силы для того Чтобы Юморить Пусть вот таким образом Многие пишут о том Что чувство юмора Это еще и такая хорошая Спасательная пилюля Да Да, я согласна Если взять за основу этот пример То получается Что чувство юмора Напрямую имеет отношение К силе духа И если у тебя дух силен И ты умеешь управлять Своими эмоциями В отношении своей жизни Да То юмор, конечно Помогает Адаптация И психологи Тоже говорят о том Что люди с чувством юмора С вот этой способностью Образно И с разных сторон Воспринимать ситуацию У них адаптивные возможности Лучше работают То есть, они лучше, гибче Беспроблемнее Встраиваются В изменившиеся ситуации в жизни И сами по себе Защитные механизмы психики У нас у всех есть Психологические защиты Конечно Так вот Они спасают на самом деле Наши эмоции Наше сознание Наше мышление Они спасают от повреждений Так вот У кого есть чувство юмора У такого человека Эти психологические защиты Действительно Очень хорошо его защищают Гораздо лучше Чем у кого их нет Ну просто получается Что люди с чувством юмора Они легче адаптируются К всему происходящему Сейчас хотелось бы поговорить Про такие категории Как шутить И хихикать Да Мы с вами встречали Это в литературе Мы встречаем Это в жизни Когда, например Мужчинам Больше свойственно Шутить Да Действительно А нам, девочкам Похихикать Да Смеяться Да, действительно Я на самом деле Размышляла Когда-то На тему А почему Принято, что Мальчики Или мужчины Шутят и хотят Развеселить Противоположную сторону Вот девушек Женщин А почему Когда мы Женщины Хотим привлечь внимание Мы такие становимся Легкие Воздушные Любим похихикать И действительно Ведь мы смехом В большой компании Можем привлечь К себе Именно позитивное Внимание Так вот Поразмышляв На эту тему Я поняла Что у юмора Существует Такая функция Важная Важная функция Это функция отношений Их установление Отношений Межполовая такая функция Да, как ни странно Так вот Когда То есть Юмор Это способ Наладить коммуникацию Общение Причем позитивное И когда Девочка смеется Например То Что это может Означать для мальчика Например О Она ко мне расположена Она одобряет Мое поведение И вообще Самого меня одобряет Вообще Мои шутки Кажутся мне смешными Да И сама оценка У мальчика В тот момент Повышается Девочки Своим смехом Они наоборот Привлекают внимание Ты пошутил Я своим смехом Одобрила Да Ты мне интересен Я хочу с тобой общаться Вот такие вот Интересные у меня Наблюдения И размышления Появились И Мальчик Может понимать Ага Я интересен Значит я могу Продолжать И возможно Я Встречу Одобрение И дальше Это наверное Как Некий критерий Возможного успеха Ведь никому не хочется Получить Нет Ну да Или сказать Слушай Ну хватит уже шутить Что за дурачок такой Да Твои шутки Неинтересные Вот именно Смех и юмор Они являются Такими индикаторами Отношения А вот Девушек Веселящих Веселящих Окружающих Их все меньше и меньше Да Меньше А все-таки Это получается Полуролевая игра Все-таки мужская Да Да И вообще же Мужчины чаще шутят Да Над собой А женщины Наверное Чаще смеются И есть такая Особенность Когда Мы пошутили Над мужчинами Ну они могут Это спокойно Легко Или нейтрально Воспринять А вот Когда над нами Пошутили Мужчины Мы женщины Иногда воспринимаем Это неадекватно И можем даже Обидеться Мне очень понравилась Статья Про гендерные Различия Между шутками Мужчин и женщин Оказывается Мы даже шутим По-разному Да И это в принципе Наверное Правильно Потому что мы Абсолютно разные Недаром говорят С одной планеты Да И мужчины А женщины С другой Но вот встретились Вот здесь мы На земном шаре Как-то пытаемся Друг с другом Существовать Жить И еще быть счастливыми Нужно ли И можно ли Детей наших Учить Развивать у них Вот это чувство Юмора Ваши предположения Но перед тем Как вы думаете Об этом Я вот сегодня Утром Своему Шестилетнему сыну Рассказываю О том Что ты знаешь Сегодня Такой праздник Над тобой Могут пошутить Ну и ты можешь Пошутить тоже Он говорит А как я буду шутить И я ему говорю Помогаю ему одеваться И говорю Ой, а что-то у тебя Такое на носу Ну-ка сходи Посмотри Он побегал К зеркалу Говорит Где-где Ничего нет А я ему говорю О, а я пошутила Мы вместе Обнялись И посмеялись То есть Вот этим самым Примером И в принципе Ему показалось Что вот такие Шутки безобидные Они могут быть И когда Он сегодня утром Заходит в детский садик Открывает дверь И воспитателю Говорит А вы что Сегодня пришли Сегодня же у нас Воскресенье Она ему ответила А что ты тогда Пришел в детский садик Если сегодня Воскресенье Он говорит Я пришел Поздравить вас С днем смеха А сын уже в курсе Да Да, на самом деле Я тоже вспоминаю Когда дети Готовятся к этому Дню В школе Сын учится И в начальных Классах И он говорит Мама, как мне одеться Вот если я оденусь Так, это будет смешно Я говорю А как ты думаешь Так будет смешно Нет, мама Вот так будет обидно А как будет не обидно А вот так будет не обидно То есть в таком диалоге Получается Происходит научение Само научение ребенка Он начинает размышлять То, о чем мы говорили Что юмор имеет отношение К мышлению Он начинает размышлять Что обидит А что не обидит И может быть Именно в эти моменты Ребенок выбирает Каким юмором он будет обладать И каким юмором он будет пользоваться Мало того Конечно же Можно и нужно Я считаю У детей Развивать чувство юмора Как это можно сделать Ну пожалуйста Давайте будем смотреть Старые Ну или новые Мультфильмы Где вы видите Как герой тот или иной Например Шутит Да Как он посмеялся Где-то над собой И это вызвало Шутку даже зрителей Да То есть Мы можем читать Книги детям Где тоже Герои бывают В разных попадают ситуациях И как автор Например Дает ту или иную оценку Где смешно Где не смешно И почему Также Мне кажется Что мы Являемся родителями Хорошим примером Да Если папа Все время Вот как раз Использует Например Агрессивное чувство юмора Да То ребенок Вполне вероятно Переймет Эту модель Да Я согласна Ведь юмор По сути говоря Это способность Смотреть на мир И давать ему Ту или иную оценку И эта модель мышления Она прививается Ближайшим окружением Родителями Бабушками Дедушками И действительно Только наверное Через совместное общение Через свое отношение К происходящему Через объяснение Почему я так среагировал Да Дети начинают Понимать И в определенном возрасте Им юмор Тоже становится доступным Когда созревают Я думаю Что отдельные Соответствующие отделы Головного мозга А вот это К какому возрасту У нас происходит Вы знаете Я Замечаю По своему сыну Вот ему Скоро 9 И он Действительно Уже умеет шутить И действительно Иногда бывает Это очень смешно А вот дочери Ей только Скоро будет 6 И она еще Не в теме Мне кажется И у девочек У мальчиков Даже в разное время Да Вот эти процессы Созревания Происходят Поэтому Хорошо Мы помним о том Что смеяться И шутить Это в общем-то Идет на пользу Всем нам А вот Не припомните Когда последний раз Вы шутили Что это были за шутки В чей адрес В чей адрес И что за шутки Нет Не припомню Честно Мне кажется Что мы Вообще В нашей семье Очень часто Смеемся И улыбаемся И я скорее Больше улыбаюсь Чем хожу Просто со спокойным Выражением лица Но просто Я привыкла улыбаться Всегда Это штука заразная Да Это штука заразная Может быть Фамилия еще так работает Не знаю В чем тут дело Но я привыкла улыбаться И смеяться У нас дома Очень часто смех Поэтому я как-то Наверное Мимо пропускаю Может быть Вчера только Я вот пошутила Хорошо Оля А давайте тогда Мы с вами четко понимаем Что Что бы Такой точкой В нашей программе Это было Да Если вдруг Вы становитесь Причиной Для Того Юмора И шуток Которые вам Неприятны То Вот Мы сейчас Если говорим Про агрессивное чувство юмора Да Вдруг вы стали причиной Вот таких шуток Или объектом Да Или объектом Таких шуток Пусть это будет Например в коллективе Да В семье Где угодно То как можно Остановить Эти шутки Стоит ли этого делать Или Тоже улыбаться И терпеть Все То что тебя обижает Ранит Да Ведь Ну и шутки Это бывают тоже Не безобидные Правда Бывают не безобидные Да Расскажите нам Как Порекомендуете Вот практически Какие-то такие рекомендации Как можно Отстоять Себя В этой ситуации Ну Вы знаете Если юмор Действительно Агрессивный В вашу сторону Все время И вас действительно Это очень сильно ранит Но Первое Как можно Защититься Сказать Да Действительно Ты имеешь право Так думать И вы Здесь в этот момент Четко говорите Что это просто Твоя точка зрения Ко мне Она не имеет Никакого отношения Но если это вас Действительно Сильно ранит То Ну Первый момент Подумать А что так цепляет А почему цепляет Потому что Иногда Знаете Как скажут Ты дурак Но идешь ты по улице И кто-то там сказал Кто-то оглянется И подумает Променешь что ли А кто-то даже Не услышит То есть Это всегда про то Что может быть Во мне есть Какой-то крючок Это про это Ну и сказать Что да Ты действительно Имеешь право На свою точку зрения Отлично Развернуться Спокойно И уйти Но люди же Они всегда Считывают Внутреннее Твое состояние Поэтому задаться Вопросами Можно Что еще бы Я сделала Я бы потом Отдельно Подошла к этому Человеку И сказала бы Честно Ты знаешь Когда ты так Шутишь Мне от этого Неприятно Это вызывает Во мне Агрессию Злость Ответное Желание Сделать тебе Больно Я прошу тебя В мой адрес Пожалуйста Перестань так делать А он говорит Или там Она говорит Слушайте Да ладно Я всегда так Над всеми шучу Чего ты так Завелась Ну на самом На самом деле Если вы Среагируете На эту провокацию То вас Победили А если вы Очень честно Поделитесь Своими чувствами И скажете Мне это Неприятно Я просто Прошу Я прошу Второе Третье Четвертое Там Четыре Пункта В которых Рассказано Как нужно Поделиться Своими чувствами Чтобы не уронить Своё достоинство Не вызвать Агрессию Или насмешки У другого человека И прекратить Такое Неконструктивное Общение Ну вот Это я так считаю Отлично Ну и давайте Будем помнить О том Что у нас Юмор Да Это Незапрещенное Оружие Нет Да Мы иногда Можем с вами С помощью Чувства юмора Вообще С помощью шуток Показать Например Какие-то И болевые Стороны Общества Коллектива Людей Да При этом Главное Наверное Когда вы беретесь Шутить Понимать Насколько Это действительно Смешно А насколько Это может быть Ранимо Да Да Вообще Считается Что чувство Юмора Это хороший Способ Сказать Деликатно Обходными Путями О наболевшем Или о чем-то Очень сложном И опять-таки Здесь нельзя Не сказать Допустим Про этику Отношений Да Куда ни посмотри Даже в юморе Даже в жестком Юморе Или юморе С перчинкой Тема Этики Ну никуда Не девается Просто надо понимать Где ты Кто ты И для чего Ты это делаешь То есть Не нарушать Те границы Которые Транслируют Тебе мир Или люди Которые Рядом с тобой Находятся Да Или то Общество Где приняты Определенные правила Ну что друзья Чувство юмора Это наверное Я бы сказала Обязательное чувство Которое должно быть У современного человека Мы уже выяснили Что это позволяет Хорошо адаптироваться Это позволяет Выстраивать коммуникации Это позволяет Показать Насколько ты Начитанный И образован Да И насколько ты Оптимистичен Или пессимистичен Бывают ли Пессимисты с юмором Я думаю Что бывают Еще как Сегодня мы Препарировали Чувство юмора Вместе с Практическим психологом Ольгой Счастливцевой Оля Спасибо вам большое Надежда Спасибо И еще Всех С этим Чудесным днем Который Оказывается Не про шутки А про очень Про серьезное Да И это серьезное Называется Гибкость мышления Стрессоустойчивость Адаптивность Ну на самом деле Я Конечно же Не серьезно Друзья С праздником С весной Успехов вам И легкости Преодоления Любых жизненных Ситуаций До встречи И крепкого всем здоровья Это была программа Практическая психология Практическая психология